Пресвятая Богородица, покровительница Кафедрального собора Ташкента и всего Узбекистана, об этом напомнил глава Среднеазиатского митрополитчего округа, в своей пастве совершая божественную литургию в соборе Успения Божьей Матери города Ташкента. В этот день Церковь особым образом выражала похвалу Пресвятой Богородице. Исторически в этот день мы благодарим Пресвятую Богородицу за то, что она избавляла православных христиан Константинополя от нападения врагов, начиная с VII века. Со временем этот праздник стал всеправославным, потому что мы осознаем, что Матерь Божия помогает нам во множестве случаев нашей жизни, отвращая от ложного пути, избавляя нас от бед и напасти и исцеляя наши недуги душевные и телесные. В своем архипастерском слое митрополит Викентий отметил, что Пресвятая Богородица, в чью честь освящен Кафедральный собор, является покровительницей также и города Ташкента, и всего Узбекистана. Мы сегодня собрались в этом грамме с чувством благодарности Пресвятой Богородицы за то, что она всегда нам помогает в нашей жизни. И мы должны признать этой день, что она всегда слышит наши молитвы и моления о нашем сеступрении. И вот, как витимый знак этого благоволения Божьей Матери к нам, то мы видим, что в нашем соборе есть несколько икон чудотворных, древних, святых икон, которые, через которые она посылает свою милость. В день памяти преподобной Марии Египетской, архипастер также совершил божественную литургию в Испенском соборе. В апостольском повествовании этого дня читался отрывок о том, что Господь стал жертвой. Своими искупительными подвигами на кресте и своими страданиями Он омыл наши грехи и избавил нас от проклятия смерти. И в эти дни Великого Поста мы стараемся воздерживать себя от мясных и молочных продуктов. Но в то же время мы должны воздерживаться от множества грехов, которые оскверняют нашу душу. Обращаясь к многочисленным прихожанам со своим архипастерским словом, Владыка Викентий призывал в кротости и смирении, в согласии друг с другом, служить ближнему своему и жертвовать собою ради ближнего, как и жертвовал ради нас Господь. Не оставляться, не недовольствовать, не ровдать, не осуждать, не иметь никакой досады, простить и желать блага, но не желать зла. Вот так по-христиански, так по заповеди Божьего, по примеру Христа Спасителя, а если по-человечески, то, конечно, мы желаем такое строгое наказание и взбородство за то, что он был бы наказан. Но по-христиански это совсем по-другому. Продолжение следует...